Здравствуйте! Итак, мы находимся в очень важные торжественные дни начала месяца Кислева. Месяц Кислев в еврейской истории, в еврейской традиции имеет очень большое место. С самого начала он известен тем, что была Ханука. Ханука совершилась в Кислев, это в конце месяца. А потом, вернее, 19 дней до конца месяца, был величайший хасидский праздник, который на самом деле считается праздником всего еврейского народа. Это Ютет Кислев. Ютет Кислев, 19 дней в Кислеве. 10 дней до этого, я имею в виду, что это случилось в разное время, в разные периоды, не все в один год. Разница между ними в тысячелетии. И вот после Ютет Кислева, уже в период Алта-Ребе, был еще один праздник в Ют Кислеве. А до этого Алта-Ребе, учитель, великий учитель, великий вождь, ученик Большемтова, и он заменил Большемтова, наместник Большемтова, был известный Ребдов Бера Магид Мемизирич. Магид из Мизирича. И он скончался в 20 дней. И целую неделю до смерти с ним находился все время Алта-Ребе. И Алта-Ребе слышал от него очень много вещей, которые потом он переписал в хасидизм. И мы изучаем это постоянно до сегодняшнего дня и до прихода Мащеха, и после этого тоже будем это изучать. То, что он за неделю от него слышал. Одну из вещей, что он сказал Алта-Ребе, что он тогда не понимал Алта-Ребе, о чем речь, какой тут смысл, он сказал, что Ютет Кислев, Ютет Кислев, это наш с тобой праздник. Тогда Ютет Кислев еще не считался праздником. Потом стало понятно, день освобождения Алта-Ребе из Матерапаловской крепости. До этого был Ютет Кислев, потом было Хетет Кислев и Тетет Кислев. Это были известные и праздники, и дни рождения сына Алта-Ребе первого. В наше время, то есть в мое время совсем, где-то было в 78-м году, наверное, в Симхат Тура случилось большое несчастье у нас. Просто земля под нами раступилась. Ребе во время Акафот, которые мы так привыкли видеть и любить, и так мы с этим сравнились. Я там бывал, очень часто приезжал на эти Акафоты. А я уже не говорю о людях, живущих там, которые там на месте занимались. Случилось с ними такое, что они увидели, как Ребе вдруг стало плохо. Это первый раз. И он попросил, стал бледный. И он попросил, попросил кресла. И тут же он сел. У меня было очень интересное место, за которое боролись много-много лет. И я, и мои братья, и так далее. Наверху, там, где Ребе стоял, были пирамиды. Слева была пирамида до потолка, справа была пирамида до потолка. А правая верхняя сторона, напротив Ребе, на протяжении всего зала, был израт машин, женская синагога. Там женщины стояли и наблюдали. Теперь слева, там, где я сказал, тоже стоял, тоже наблюдали женщины. Поэтому мы стояли не до самого потолка, а вот до того места, где стоят женщины. Так было, значит, был большой зал. А по обоим сторонам его был второй этаж, и там находились женщины. А вся середина зала была тоже переполнена людьми. И каждый старался переместиться, как так он мог. А в середине, потом Ребе спускался. Сначала он был наверху, там, на своем месте, где он стоял, впереди всех, возле Рон Кодыша. А потом он сходил, чтобы с торой сходил вниз. В самом центре зала было место, где огорожено, где он там танцевал. Как мы привыкли, это была очень веселая ночь. Она продолжалась. Две ночи были такие. Только одна была Шминьяцерет, начиналась немножко раньше, а вторая начиналась в час ночи и до самого утра. И вот там случилась вот эта беда. Ребе вдруг такое стало. Ваш покорный слуга был один из тысяч людей, которые там находились, которые все это видели, но их парализовало, они не знали, что делать. А я, так как не знаю откуда, меня осенило, я бросился, поднался чуть-чуть, подпрыгнул и прямо ударил вот так кулаками, разбил там, стекла были очень толстые в женское отделение, и крикнул, освобождайтесь с инагогой, дайте Ребе дышать. И мы все бросились, кто был рядом со мной, тоже прыгнули за мной в женскую синагогу. Представляете, там женщины начали орать, они не поняли. Женщины, особенно в задних рядах, вдруг видят мужики прыгают туда. Это страшное зрелище. Начался такой вой и визг, вы себе не представляете. А те, кто выскакивали на улицу, тоже сразу после этого начали все выбегать на улицу. Все, люди потом присоединились ко мне, люди стали кричать, уходите, уходите, уходите. Ребе был очень бледный, но потом отцелы, носинки. Это произошло в Симхактура. Ребе лежал, врачи там, тут же самые лучшие врачи из Нью-Йорка оказались возле него, из самых центральных больниц. Потом пролетел еще один врач из Чикаго, доктор Вайс. И он уже не выходил от Ребе, не отходил ни на минуту. А Ребе начал уже сразу, после Симхактура, он уже из комнаты говорил. Он не хотел никуда ехать. Все привезли к нему, все, что надо было, привезли ему домой. Хоть врачи настаивали на том, чтобы он поехал в Бенску, сказал, нет, здесь. Он лечился у себя в комнате. Ну, естественно, он лежал, постепенно, и вдруг он попросил, он хочет говорить, попросил микрофон. И он начал выступать в Муцей Симхактура. Потом Муцей Шаббат, Паршат Нох, Паршат Брэйшит. Это было очень-очень интересно. И он так пролежал там и приходил в себя, не выходя оттуда, на протяжении до Рошхотышки Слев. Остаток тысячи от Симхактура до Хешва, потом весь Хешва, а в Рошхотыш, начало Рошхотышки Слев. Все мы знали и все этим жили, что он не может быть, чтобы вдруг что-то случилось с Рэбой. Как, ведь жизни нет, все, исчезнет весь земной шар. Все исчезнет, и мы не знаем, мы знаем, что будет хорошо, мы пойдем в лучший мир. Но мы не хотели туда попасть тогда, в неизвестность. И никому в голову не приходилось, что там может быть какой-то конец неположительный. И он нам принес вот этот сюрприз в Рошхотышки Слев. То есть, ко всему великолепию месяца Кислев, и к Хануке, и к Ют Кислову, и к Ют Кислову, и к Тет Кислову, и все, все, что там было, прибавляется с конца в начало, и становится началом, и нам открывается, что это начало. Представьте себе Хануке, которое было сколько тысяч лет назад, Рошхотышки Слев. Мы считаем, что это не то, что важнее, это дает нам ощущение истинного праздника Ханука. Но мы в свое время придет, мы будем об этом говорить. Просто я не мог не сказать вам об этом. Сегодня у нас всего-навсего второй день Кислева, первый мы не могли встретиться. Итак, Кислов очень великое время, это каждый год возвращается. Все вот эти чудеса, они созревают к этому времени Кислов. Поэтому мы можем и обязаны этим воспользоваться. Мы должны это все использовать, это святое, очень святое время. Итак, сегодняшняя глава Торы, она называется Эйлы Тулдот Ицхак. Эйлы Тулдот. Тулдот, Тулдот, это рождение и порождение Ицхака. То есть мы можем сказать, что это рождение Ицхака и также порождение его, кого он родил, что он произвел. В одном слове лежит. Второе написано Яков Ицхак, Амурим Батуран. А Медраж, Медраж, Медраж говорит, какие порождения были у него. Медраж говорит, Эйлы, Вэйлы. Во-первых, он прибавляет Вав. Второе написано Вэйлы. Когда окончилась прошлая глава, и там говорится об, о чем говорилось, а конец там говорится об Ицхака и об его детях. И на этом заканчивается глава. Какие генералы у него родились там, и где он жил, и как располагался, чем занимался. Когда тут начинается у нас Вэйлы, говорит Медраж, когда мы говорим Вэйлы, это имеется в виду и вот эти, и вот эти, как продолжение того, что говорилось раньше. И если это продолжение, то после чего это продолжается? Это продолжение того, чем закончилась та глава. Та глава закончилась Ишмаэлом и его потомками. Так говорится тут, речь идет об Ицхаке, Толдот. Мы можем писать Тав, Вав, Ламет. Можем писать с Вавом, и можем писать без Вава. Точечки сверху. Толдот. Так тут написано без Вава, то есть неполное. Почему? Исключить отсюда Якова. То есть Яков не имеет отношения к вот этому вот перечислению. Вот этой связи он не имеет отношения. А какая тут связь? Связь Исава с Ишмаэлом. И, естественно, связь его потомков с потомками Ишмаэлом. Какое отношение имеет Исав к Ицхаку? И какое отношение имеет Исав к Аврааму? И какое отношение имеет Яков к Ицхаку? И какое отношение имеет Яков к Аврааму? Ну, начнем с легкого. Какое отношение они имеют к Аврааму, мы знаем. Авраам был отцом Ицхака, а Ицхак был отцом Якова и Исавы. Что мы до сих пор еще не знали, во всяком случае не говорили об этом, это то, что там же, где описывается в конце предыдущей главы, описывается детали из жизни Ишмаэла, там говорится, что Ишмаэл умер, и как это написано, каким термином, в какой терминологии используют там Тора, это только такое, в которое она обычно говорит о кончине праведников. И оттуда мы знаем, что Ишмаэл скончался как большой-большой праведник. То есть он совершил полное раскаяние, полное возвращение, полную чуву и вернулся в Лоно Госпожье. И поэтому он скончался как цадик, как праведник. И он не сделал так, чтобы его отец на старости лет переживал. Отнесся к этому с переживанием. Нет, он был рад. И Исав вел себя всю жизнь совершенно иначе. Он добивался всех благ этого мира. Всех достойных и недостойных. Он не брезгивал ничем. Все, что ему надо было и хотелось, в этот миг он достигал. От самого рождения. И он все время состязался с Яковом. А Яков был Иштам Юшеве Али. Человек совершенный. Он еще был, имел большую-большую черту наивности. Он относился ко всем с открытыми глазами, с открытым сердцем. Любил людей. Никого не трогал. И наоборот, и слушал всех. А чем он занимался целый день? Он не был как его брат. Я не говорю старший, потому что на самом деле он не был старший. Мы об этом уже говорили. Его близнец Исав занимался все время охотой на дичью. И охотой на людей. В двух смыслах. Плюс к этому он хотел показать, что он совершает все обычаи Торы. Что он религиозный. И так как отец их был слепой. Исхакослеп. Что об этом тоже много интересного упоминается в нашей главе. Почему он был слепой. Один момент говорит о том, что его самый главный комментатор, Раши, приводит три комментария. Один он говорит, что он был, он ослеп от того, что эти женщины, на которых он женился, они служили идолам. Они были из местного народа, хитим, и они служили идолам. А там есть вот эти вот, как называется, куры, во что приводят. И от их тима он ослеп. Несмотря на то, что они жили в разных домах и в отдалении. Но имейте ввиду, Исхаку не надо были физические глаза, а физиологические для того, чтобы видеть, какие у него снохи. Ему было от этого плохо. Исхаку. Это один момент, что он потерял зрение тогда. Второй момент, второй комментатор говорит, почему он потерял зрение. Потому что, когда привели Исхака на жертвенник на горе Мурия, когда было испытание, десятое испытание Авраама, когда он уже лежал связанный по рукам и по ногам, и с поднятым, с поднятым, так, скелетой головой, с оголенной шеей, горлом. И тогда ангелы снизились. Они переполнились жалостью и начали плакать. И они были очень близки. И оттуда их слезы накапали ему в глаза. И с тех пор он ослепил. Дело не в этом. А дело в том, что какая разница между Исавом и Яковом, это мы знаем. разница, что Яков был, кем он был. А Исаак был страшным человеком. Во всех понятиях. И тоже еще третий комментарий, что почему он ослеп, чтобы подготовить Исаака для того, чтобы дать благословение Якову. Чтобы он не узнал Якова, переодетого до Исаака. Ведь его благословение содержит в себе все будущее, всех народов и его потомков. Почему он хотел отдать эти благословения? Благословение это не просто благословение, это события, которые будут. Адатси Хейсаву, а не Якову. Он его видел. Он его видел в самых-самых первых источниках. И там Исаав был очень высоко. Исаав, как нам известно, из хасидизма, был из мира, из света, который называется Олама Тогу, мир неразберихи. Там все время какие-то энергии вносятся во все стороны без контроля и лопаются, и лопаются, и взрываются бешеные энергии. Это все происходит до определенного периода, до определенной степени. А потом начинается новый мир, который называется Тикун. Этот новый мир состоит из четырех миров новых. Атилут, Брия, Итира, Асия. А это мы потом. То есть это все сужается, сужается, трансформируется и переходит в наше бытие. А как это переходит? Каждый мир, когда он сужается, он отдает остатки своего белого имущества до того, как это сузилось, и остатки от этого переходят в нижний мир. Тут это самая низкая степень, а у следующего мира это уже корона его. И вот так это переходит из мира в мир. По порядку. В ТОУ такого порядка не было. Там не было вообще сферот. Там тоже было несколько миров. И там не было сферот. До Атилута тоже не было сферот. Были сферот только в своем замысле. В замысле всему и всему они были, но они не превратились в действительность. Так это живет. Так это существует. Верхний влияет на нижний. Передает что он передает, как он передает. Каждый мир, что состоит из десяти сферот, содержит в себе три степени. Одна степень это та, которая принимает сверху. вторая степень, которой он сам, без того, что он принимает сверху, что он является, какое существо он сам, какое нечто он сам, а третье это то, что он отдает дальше. То, что не отдает дальше, как мы это знаем, мы знаем это в нашем мире, хасидизм это приводит, талмур приводит, самое паскудное животное, которое не отдает дальше, то, что оно только принимает и не отдает, это комар. Комар только берет и не отдает дальше. А когда мы говорим, что это отдает дальше, имеется ввиду, что этим кто-то питается, от остатка человека питаются крысы, питаются свиньи, питаются что-то, черви, что-то питается от отбросов. В хасидизме приводится пример, как очищают ископаемые. ведь очень много полезных ископаемых, драгоценных камней, золота, серебра. Серебро переваривается несколько раз. Первый раз остатки выбрасывают их, и там они еще многостоящие, берет вторая группа, которая на степень ниже этой, она это берет, потом перебирает еще раз и еще раз и вот так это переливается несколько раз, пока добивается чистоты максимальной. Видимо, совершенно максимальной невозможно какой-то максимальной чистоты, а остатки это отдают кому-то. Это работает две стороны, это называется свет прямой и свет обратный. Интересно, запомните эту терминологию. Свет прямой и свет обратный. Этот свет обратный, мы с этим сталкиваемся каждый день. Где мы с этим сталкиваемся? Вот этот свет энергии от Всевышнего, которая оживляет хлеб, дает хлеб. Кто питается этим хлебом? Нас четыре степени мы говорили, да? Человек, животный мир, растительный мир и самый низкий недвижимый мир, неодушевленный мир, то есть земля, вода, соль, всякие минералы. Это уже идет влияние снизу вверх. Мы люди питаемся хлебом и написано второе открытым текстом, что не на хлебе живет человек, а на алкогу эмоции пеяшем их ядам. На всем, что выходит из уст Всевышнего живет человек. А что выходит из уст Всевышнего? Вот эта энергия, которая дает хлебу жизнь, дает пшенице жизнь, и дает земле жизнь, и одна из ее странностей, что в ней содержится сила растения, оттуда она прорастает. И поэтому из земли растет все. Потом появляется животное и так далее, и каждый из них содержит в себе питание и энергию и здоровье для высшестоящих над ним. Будет и животное, или это животное переходит дальше, тоже перерабатывается и становится вкусным блюдом для человека. Так если такой порядок, то кого же питает человек? А человек питает Всевышнего двумя путями. Один путь он его питает своим поведением, он должен его доставить, что нам доставляет, ну, такой вкусный обед, и здоровый обед, полезный, кроме всего прочего, он нам предоставляет удовольствие, он нам предоставляет настроение хорошее. А когда настроение у нас хорошее, то у нас все вырабатывает иначе, наш мозг, он безграничный, наши эмоции, наша способность любить, наша способность трепетать, и все наши благородные качества, что есть, они в состоянии порыва. это когда хорошее настроение, а если нет, если человек находится на грани депрессии, или больше того, в последнее время есть очень много случаев, что люди кончают жизнь самоубийством, а это берется только от этого, что настроение нехорошее. В это мы сейчас не войдем, но я хочу просто подчеркнуть, что мы питаем Всевышнего, и Всевышний, мы не обошли, и Всевышний не обойдется, чтобы мы ушли в сторону, и чтобы мы никого не питали, такое не будет. Мы питаем миры над нами, мы берем снизу и поднимаем все это наверх. Особенно нам, выходцам из Советского Союза, известна вся судьба, вся история России, вся история КПСС, вся история все, что было. И мы знаем, что каждый век было то же самое, это было повторение, ничего нового там не было. Был кто-то, кто угнетал и были угнетены. Какой было это форме, неважно. И где бы это ни было, и когда бы это ни происходило, мы знаем, что евреи были всегда виноваты, и евреев гоняли, и евреев стесняли, и был ужас. но мы должны вдуматься, почему это так было. Все начинается с улам атоу, в мир атоу. Там, когда были вот эти мощные энергии, мощный свет был, сосуды не выдержали, и это развалилось все. Из этих сосудов были построены нижние миры, которые в улам отеком уже. Отселут, Брия, Итира, Осия. Осия есть тоже еще одностепенно Осия Рухамид, Осия Гашмид, вот наш мир. Мы иногда идем и даже не задумываемся, что у нас под ногами изумруд. Прямо вот мы топчем на него ножевой изумруд, ножевые бриллианты, а на самом деле мы же не знаем, где мы идем, и вообще мы не знаем, как мы тут оказались и для чего. Мы тут оказались, вдруг началась Наполеон летать на Россию, или вдруг Иван Грозный или Богдан Хмельницкий устраивает резню, а как евреи вообще оказались у Богдана Хмельницкого? Они же раньше были где-то далеко на западе, потому что там были нецесот вот эти искры, вот эти дорогоценные камни, они дороги Всевышний и Он не закончит наши мытарания до того, как не останется ни одного камня там не поднятого. А как Его поднимают там? Его поднимают исполнением заветов. Очень просто. Исполнением заветов. Он заложил такую систему. И когда мы исполняем эти заветы всеми фибрами нашей души, всеми степенями нашей души, а у нас в душе имеется много степеней, и если мы хотим на самом деле полностью отдать себя Всевышнему, то у нас абсолютно все вот эти сферот работают. У нас работает разум во всех его степенях хохма, бина, да, у нас работает сферот, всем сферот, хесет, гвура, тиферет, од, изод, налхот, и мы тут же переходим влиять на другого. Сначала мы сами должны прочувствовать все это. для этого есть молитва у нас, для этого нужно изучать хаседут, без хаседута это не пойдет, особенно в наше время, когда нас питают дерьмом каким-то со всех сторон. Вот это наше лекарство. Сил у не иудеев помешать этому, у них этого нет, у них нет своей силы. потому что все клепоти, которые против Божества, против истинного Божества, у них нет собственной мощи, собственной мощности. Ничего нет. Они не могут противостоять Божеству. если вы помните, и в этом тоже есть много степелей, я уже вам говорил про Билама как-то. Билам выражался так, несмотря на то, что он был ненавидим евреев, и хотел их кончины, всех истребить, он не хотел делать для этого все. Но он сказал однажды правду. Я буду говорить то, что мне диктует все вышли, потому что я не могу перейти то, что запрещает мне всевышний. Тогда речь шла об очень тонком благословить, и он решил благословить. Он думал, что он сумеет благословить. Он приготовил благословение, думал, что это уйдет мне, евреям. В конце он сделал то, что всевышний диктовал. И он дал самые большие благословения нам, евреям. Мы живем сейчас благословение Билама. А Билама там потом евреи пришли, отрубили голову, это целая история. Но самое главное это то, чтобы мы знали, что на самом деле клепа, мы знаем, что такое клепа, это ситрахра, это другая сторона, это злая оболочка, она не имеет в себе собственных сил, почему она берет свою энергию от наших слабостей, от наших ошибок. Она не может равняться с нами, быть с нами на одном уровне, никак не может. Белам сказал, я не смогу нарушить слово Божье. Хоть он его нарушал десять раз, но совсем-совсем в других аспектах. В конечном итоге Талмуд говорит, что Исаф, несмотря на то, что он был злодей, страшнейший злодей, его титул называется Исраэл Мумар. А Исмаэл, хоть он умер с искуплением, с Чувой, и он никогда не нарушал покой Абрагама, не портил ему настроение, он скончался с Чувой, но он не был иудеем. И это осталось до сих пор. У них очень много законов, которые они переняли от Абрагама. Одно из них это обрезание, другое из них это не есть свинину. Есть очень много вещей, которые они соблюдают. Им нельзя просто так убить корову, чтобы кровь лилась в фонтан. Это очень интересно, но мы происходим от одного братца, но от разных жен. А где это сказывалось в службе, в служении Богу, это разница между Ицхаком и Авраамом. Ведь Авраам, мы знаем, был хесед. хесед, хесед это милосердие, милость. Он этим работал. Он все время работал милосердием и так он пытался влиять на все окружающее. А от большой любви к Всевышнему все в раннем отручестве он стал разбивать идолов. Он мучился, он сидел очень много в тюрьме и в различных наказаниях бывал. Стоял на своем. Но когда ему надо было чтобы люди благословили Всевышнего и чтобы поверили во Всевышнего, он им это объяснял. Если это не помогало, он угрожал. Не хотите, платите за еду, за питание. Это не просто так. Не так дешево в середине пустыни, в самый сезон туризма, чтобы их отпустили так. Это было тяжело. Но это у него было в крайнем случае. Мы знаем, что было, когда Всевышний в Амура наказывал. Он заступился, он не хотел, они могут обидеть. Как пойдут убивать людей? Днем очень ярко и мощно светилось вот это вот его качество хесед, милосердие. А Ицхак, чем занимался Ицхак? Ицхак занимался тем, что он в основном копал ямы. Откапывал те ямы, которые открыл Авраам, а потом их засыпали плищем. Он их открывал. Что значит ямы? Это колодцы, имеется в виду. В пустыне имеется тоже живая вода. Где находится эта живая вода глубоко глубоко под землей. Для этого нужно ее прочувствовать, понять, где она проходит и там раскапывать. Так Авраам в свое время почувствовал, где это находится и он там раскапывал, а потом, когда он скончался плищем это опять засыпали враги Ицхака. И потом Ицхак пришел и начал раскапывать заново, а они засыпали и там они каждая новая раскопка это было шли очень большие состязания, можно сказать, большие войны были между ними. Пока открылась еще одна новая и на это уже не ругались. Все это написано открытым текстом в Торе. Что здесь заложено? Авраам он был очень высокий степень духовности. Ав Рам Отец возвышения он очень возвышенный был. Выше его никого не было. А Ав мы знаем что такое? Ав это хохма спирата хохма это самая высокая спина. Плюс к этому ему еще добавили после того как совершил обрезание добавили ему еще одну букву Г. Несмотря что она рисуется по каким-то линиям имеет какую-то форму но на самом деле она совершенно без формы мощнейшая буква Г не имеет никакого отношения к материальному к чему-то. Это он тоже получил. И вместе с тем что он был такой высокий он не мог опуститься очень низко чтобы эту воду достать. Доставал закапывание откапывание этого была работа Ицхака. Мы видим что Авраам мы считали с самого начала что Авраама было много гейрым очень много народов шло за ним его любили его уважали его почитали и вместе с тем у него не было то что было потом у Ицхака. У Ицхака было вот это потомство которое превратилось однозначно в еврейский народ. И какая между ними разница. Ицхака работа была копать колодцы где течет живая вода. То есть то что Авраам видел и открыл вот эти тайны выкопал Ицхак. Что значит выкопал? Выкопал это значит что он это запустил в своей степени души. Во все степени своей души. То есть во все степени каждого из нас. Не только что где-то сверкнуло мелькнуло и мы что-то слышали видели не знаем что это оседает в мозгу оседает в нашем сердце оседает в хесед гурат и ферат и переходит дальше потом мы начинаем этим самым оплодотворять других. и вот это называется пневиют и хесониют в каждой степени духовности есть наружная часть и внутренняя часть наружная часть это поверхностное это окружающее а внутренняя это оседающее и в это все Авраама не было того чтобы что осело после этого после Ицхака и у нас. и теперь Эйсав это был Ицхака сын без всяких сомнений но что у него осталось у него не было правильного направления чтобы от головы ушло дальше и чтобы его пронзило и чтобы он стал то что он слышал видел от отца как нужно молиться как нужно любить ближнюю как нужно быть праведником а не злодеем это не перешло в эмоции но в голове у него осталось очень много не цоцот поэтому Ицхак еще в жизни хотел дать ему брахот он видел его голову но эти благословения ему не были положены он не был на них сосудом будьте здоровы веселого и счастливого месяца кислеф начиная с сегодняшнего дня потом все остальные ютет кислеф ют кислеф пока не дойдем до хануки ханука с амэях мы будем танцевать и веселиться кислеф кислеф кислеф